Достаточно места благодаря волонтёрам, благодаря нашим экологическим агентам. Людям, которые подключились для помощи, их очень много. Я очень благодарна. Такой солидарности в Европе, мне кажется, до сих пор не было. Мы все жили в непростых условиях, но перед вопросами в войне мы поняли, что мы можем помочь другим людям, и мы можем помочь нашим друзьям, с усилием украинцев. Качество заметит, что тренинг-центр, который находится по улице Пушкина, он даже не заполнен, даже не на 10%. Поэтому мы работаем ном-стоп 24 часа в сентябре. У нас есть зеленая линия, штаб центральный, которая располагается на территории гостинницы Белс, куда постоянно поступает заявка. Это зеленая линия, я вам скажу, номер. Также будут размещаться информационные панно в разных учреждениях, государственных учреждениях, частных учреждениях, чтобы люди знали, что это кризисный центр для беженцев. С зеленой линией, позвонив на которую, они смогут получить полную информацию. Во-первых, в первую очередь, это насчет свободных мест. Беженцы – это 3 часа ночи, 4 часа ночи линия работает беспрерывно. Оформление беженцев идет очень быстро, без особой процедуры. Очень важно, что на основании приказа Министерства труда и социальной защиты, для того, чтобы разместить бесплатно беженцев, что на территории гостиницы Белс, что на территории общежития или центра по улице Пушкина не обязательно получать статус беженца. Это очень важно, потому что это очень сильно упрощает процедуру размещения, особенно когда речь идет о детях, это безусловно так. Второй момент, благодаря нашим волонтерам, в соответствии с приморительностью Белс была создана страница для школной информации, для беженцев. Это разные услуги, транспортные услуги, частные услуги. Хочу поблагодарить всех внимателей, которые опомнивались для того, чтобы помочь. Это и Куарес Вару, и Волткаус, и разные средства, которые постоянно снабжают беженцами и разными трудами. Наши люди, беженцы, они очень отзывчивые. Это и автосервис бесплатный, это и стоматологические бесплатные услуги, это, допустим, битцентр Мираков, которые предоставляют прямо через дорогу, бесплатные услуги, тортмахера. И вот такого, мне кажется, не было ни разу. И то, что происходит сейчас в Бельсак, Бельска берет гордость за наши плечи, за то, что мы так сплоченно и очень-очень быстро среагировали. Безусловно, в начале были какие-то трудности, потому что мы не знали, как все это организовать. Никто не был подготовлен для этого абсолютно. Никто не знали, что он даже не знавать сплоченно. На сегодняшний момент и штаб, и зеленая линия. И все должны понимать, что беженцев, это не только ночлег, это не только питание, благодаря нашему населению, которое все приводит, приводит продукты, но это еще необходимые услуги, допустим, как медицинские услуги. Каждый беженец, который приезжает, они проходят безборные тестирования. Также по необходимости предоставляется первая помощь медицинская. Второй момент – это юридические услуги, особенно наши работники, наша команда прибыли. Мы открыты всегда, наши тимфоны практически не переключаются. 24 часа в сутки мы располагаем детей. У нас есть разные тазы. Это и беременные женщины, которые проехали 20 часов за рулем, и они нуждаются в экстренной какой-то помощи. Мы находимся в постоянной бедной готовности в хорошем смысле этого вопроса. Но я хочу поблагодарить всю нашу команду прибыли, которая уже очень сплоченно работает. И господи Вероники Максиану, которая является начальником штрафа, господи Вице-примар, господи Николая Николаевича, который организовал такую работу за очень быстрый период. Я надеюсь, что мы сможем дать сеть нашим любимым, нашим соседям тот теплый прием. Потому что, как вы видите, большинство из них приезжает с детьми, а женщины, в наши отношения. Спасибо.